Всем привет, мои дорогие! Наконец-то я выбралась из дома. Сейчас время половина первого, но лучше позже, чем никогда. Решила выйти на проверку, посмотреть, что нового изменилось на набережной нашей, посмотреть, есть ли люди на пляже. И посмотрим, может, завтра приду это время. У нас так тепло! Сейчас моя сваха звонила мне и говорит, какая у вас погода там, в Лилюбургазе? Холодина, друзья мои, холодина, говорит. Я говорю, у нас настоящее лето, бархатный сезон. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила! Какая лепота, красота, не так ли? Гусыни на прогулочке. Куда они попрятались? Видите, под кусты. Наверное, и травку пощипать. Ходят кучей, командой. Ну, что я могу сказать? Посмотрите, 30 градусов, пол третьего, половина первого. Без 15 пить час. Люди купаются и загорают. Не знаю, какая вода, теплая или холодная. Ну, можно, можно. Я думала, никого не будет. Просто я, чтобы переболела распалением. Немножко боюсь. Сейчас я, знаете, что сделаю? Сейчас сяду вот здесь в тени и стабилизатор включу в работу. А то видео мои трясутся. Вы жалуетесь. После Грузии что-то произошло в моем телефоне. В программе. Без стабилизатора некрасиво. Ну, что, мои дорогие, ждите хороших, качественных видео. Ну, вот, дело сделано. И мы пойдем сейчас с вами вперед. Сейчас расскажу вам одну историю, которая со мной произошла. У меня вообще-то приключений никогда не было, но сейчас произошло. Ну, какие дедульки бывают, даже дедульки. Буду идти и рассказывать вам. Сейчас стабилизатор, не двигается телефон, не дергается. Красота. Друзья мои, сейчас, значит, села я там, настраиваю стабилизатор. Только что поговорила с мамой. Расскажу вам о новостях. О том, о сём. Вы знаете, погода меняется. Погода меняется. Ну, так вот. В общем, сижу себе. Зачем найти их красоток. Красотки туда спустились. Какие хорошие. Хорошие. Красота. И вот и я. Хорошо, что одела накидку. Видите, погода меняется. Только что с мамой разговаривала. Она говорит, у нас такая погода ужасная. А я говорю, у нас жара 30 градусов. И вот нагнала. Сижу, значит, я. Отсюда пойдём с вами. Нам не кататься, а нужно посмотреть, какие здесь перемены произошли. Если бы детки были, пошла бы с ними, покаталась бы. Смотрите, какая красота. В гонте, дочки. Сижу, значит, я. И вдруг подходит ко мне старичок такой интересный. Главное, поздоровался. А, сел рядом со мной на другой скамейке. Но видит, что я на его внимание не обращаюсь. Занимаюсь монтированием там камеры, телефона. Он всё равно начал беседу. А вы откуда? Какая у вас национальность? Вы откуда? Ну, я так отвечаю резко. Ну, не хочу грубить, да? Ну, всё-таки. А он прям хочет со мной поговорить. А где вы, что? Вы одна? Где, что? Я ему сказала, я не одна, у меня муж есть. Он меня пять раз спросил, где мой муж и что он делает. Друзья мои, это какой-то... У него, наверное, склероз, это однозначно. Он спросил, чем я занимаюсь. Видит, что я. Я говорю, я блогер. И пять раз меня спросил, чем я занимаюсь. Заброшенная эта. Лила, как не смотрят за ней. Посмотрите, в каком месте находится дом. А этот дом, посмотрите, покрасили. Красотка стала. Вот продаётся, кстати, сатылык. Сатылык. Видно, отчастников продают. Сами продают. А вот в этом месте была огромная агава. Кстати, здесь парк сделали. Я смотрю, что здесь сделали парк. И ухаживают за ним. Вот она, агава. Но это была на той стороне. Вот эти вот у меня детки, что агава. А эта киса, посмотрите, кушает. Травку. Как на шлаки. Вот агава. Вот такой красивый будет куст. Вот видите, для этого куста надо много места. Красиво он в парках. Вот сюда. Красота. И вот этот дед. Я смотрю, что он очень общительный. Ещё подошли к нам попрошайки. Молодой парень с маленькой девочкой. Очень грязная она. Очень. У меня белые волосы. И, наверное, чёрные. И вот нагло просит. Он им что-то говорит. Они всё равно просят. Знаете, что... Вот таким людям, которые вот так нагло просят, я никогда ничего не дам. Тот человек, который не будет просить, само и хочется сделать приятное и помочь. Понимаете? А не тем, кто попрошайничает. Вот. И всё. Наконец, с трудом они от нас отцепились. И я встала и говорю, ну, до свидания. Я с ним ещё на турецком поговорила, пообщалась, повозмущалась. Я говорю, если мне помочь, что у меня нет у своих внуков или детей, ты иди молодой и работай. Ну, действительно так. Помочь надо маме и, в первую очередь, своей семье. А если будет возможность, тогда помогать всем окружающим. В первом плане, они у меня. Не так ли, друзья мои? Посмотрим, что здесь новенького. Ничего новенького, друзья мои. Только я смотрю, вот привели в порядок аллею. Указали людям, велосипедистам, что здесь место для самокатов и так далее. Смотрите, как красиво цветут финики. Вы видели, как красиво цветут финики. Красота, да? Они прямо ломятся от этого, от тяжести. Просто здесь люди не умеют их использовать. Ну, посмотрите, сколько их. Это сезон фиников. Вот так сейчас люди, которые знали бы их, как сушить их, как сохранять на зиму. Ломятся ветви, собирает женщина. Я тут в Турции. За всё бралась, за всё хваталось. И ничего не получалось. Нагрузила такой с собой рюкзак. Сюда положила также альбом. Хочу рисовать нейрографику, друзья мои. Сегодня я приобрела вчера курс нейролотос на отношения между людьми, гармонию с собой. С мужчинами. Очень не такой дорогой курс. Доступный каждый. Буду рисовать. Хочу где-то приземлиться в этой красоте. Хочу нарисовать. Хочу нарисовать нейролотос. Нужно, естественно, что найти место, наверное, стол где-нибудь. Гуляют собаки. Я так боюсь таких слов. Не подходит другая. Девушка не боится. Три собаки у неё. Представляете? Жарко, жарко, жарко. Друзья, кто-то спрашивал меня. Светлана, вы скучаете по мужу, когда куда-то ходите? И не боитесь ли вечером выходить одна? Не боюсь. Потому что у нас такой безопасный район. Нечего бояться. Постоянно полиция, контроль. И на набережной. Вы сами видели, я вам показывала, да? И везде. Так что нет никакой опасности. Тем более я же не хожу так далеко. Что там с маршрутки, с автобуса я до моего дома. Я не хожу по затемнённым улицам. Не ищу себе приключений на голову. И поэтому всё нормально. Нечего бояться. А я там впереди вижу что-то, что-то такое интересное. Кстати, у нас в конце октября, два года назад, был цитрусовый фестиваль апельсиновый. Я не знаю, как сейчас в этом будет что-то. Но если будет, это будет вообще праздник всего Мерсина. И всего его населения. Это что-то бомба по этой. Вот когда я снимала этот фестиваль, очень многие из вас познакомились с Мерсином. И захотели сюда приехать. Я безумно счастлива, что сделала кому-то жизнь интересной и сочной, солнечной, тёплой. Что сегодня происходит? Сейчас второй дедулька ко мне прицепился со своими вопросами. Турист, не турист, такие любвеобильные все. Ой, бабочка. Ну, они что там? Просто спросили турист, что делают, чем занимаюсь. Вот и всё. На этом закончилось. Потом я сяду где-то и буду рисовать. Надеюсь, мне не помешает никто. Мне самое главное сейчас пойти там посмотреть, что там делают. А потом вернусь и сяду по рисунку. На этом моя экскурсия сегодня, прогулка, завершится. С приключениями. Вчера вечером уехал наш гость. Проводили мы нашего гостя. Он должен был ехать в пять, но в семь. Его муж не отпустил, пока мы не накормили его. И я так быстро, неожиданно. Говорит, надо его накормить и так отправить. Я приготовила им на ужин куру фасолью. Вот моего мужа здесь не хватает. Это суджук. Очень красивый и вкусный. Красиво смотрится. Здесь продают разные ножи. Люди только собирают. Наверное, все будет вечером. Там кафе даже сделали. Интересно, в честь чего это? Вот такие вот новости. Мы остались мужем одни. Сколько он побыл? Я на четыре ночей у нас задержался. Сумочки раскладывают. Там кафешка. Тут аттракционы, видите, надувают для детей. Ох, моих внуков не хватает. Они так любят такие вещи. Ну и смотрите, мои хорошие. Что-то будет сегодня здесь интересное. Не знаю, придем мы сюда с Ашкином или нет. Я вчера сидела на разгрузочном дне, на яблоках. Выдержала. В последнее время очень много кушаю. И решила немножко закрыть свой рот. А тут тесты, кажется, остаются. Ага, тесты. На коронавирус. Сейчас подойду к вам с вами вместе к нашему льву. Калакосарай-про лошадь. Видите, киники спелые. Так их тоже можно кушать. Они сладкие-сладкие. Калорийные-калорийные. И много в них сахара. Еще какие новости у меня, друзья? Сегодня день рождения у моей дочери. Сегодня ей 29 лет. Возвращаюсь я. Там ничего интересного нет. Здесь только начинают они собирать свои палатки. Вечером здесь будет интересно. Еще разговаривала со свахой своей. В воскресенье. Дети отправляются. В Батуми. Едут о ней, говорит, на маршрутке. Заказали маршрутку. Там будет и другая бабушка, тетя моего, зятя. Которые здесь спрашивали, откуда столько бабушек. Много родственников здесь. Такие новости. О боже, какой кайф и наслаждение сидеть на набережной и рисовать. Все с собой принесла. Самое главное, мой альбомчик. И сейчас приступаю к рисованию. Сегодня у меня замечательный день. Сделала себе праздник. Пришлось мне прекратить свою гулянку и рисование. Потому что муж позвонил, говорит, иду домой голодный. По дороге быстро я зашла в магазин супермаркет А101. Аюзбир называется по-турецки. Я иногда вам забываю говорить, что вы же не понимаете некоторые, что это за аюзбир, аюзбир. Это магазин супермаркет государственный А101. Значит, я купила курицу. Это где-то 28 лир. Грибы 7. Раньше было 5 или 6. Подорожало, друзья мои, продукты. Эти сосиски, говорят, очень хорошие. Они по 8 лир. Эти по около 9. И это, кажется, стоит 6. И это 5. Хочется иногда вечером. И вот купила такой лаваш. Лаваш стоит 5.50. Очень выгодно. Все, буду готовить кушать. Девочки, мальчики, некоторые интересуются среди вас. Как я не набираю вес? И покажите, Светлана, ваш завтрак, обед и ужин. Вот посмотрите. Сейчас полчетвертого. Что я кушаю? Вот купила себе лаваш, отварила сосиску. И вот это все я кушаю. Также есть оливки. Аж крему пожарила яичницу. Вот так вот я питаюсь. У меня опять 58-200. За эти дни, когда у нас был гость, мы ходили поздно. Кушали. Я все себе позволяла. И пивка даже выпила. Я вчера посидела просто на фруктах. И вес вернулся прежний. Но все это не будет у вас без йоги. Я просто вам советую начать заниматься йогой. Именно не бесплатно. А когда вы деньги вкладываете во что-то, тогда вам вселенная дает. Бесплатно только сыр в вышеловке. Запомните, мои дорогие. Там это копейки на 3 месяца, на месяц. Не так все дорого. Так что, если вы хотите серьезно изменить свое тело, постройнеть, советую вам купить коп. Просто абонемент. Ну, и пишите мне по моей ссылке. Вы сможете его с 20% скидкой приобрести. Сегодня у нас в Мерсине очень резко поменялась погода. И я быстро вернулась домой. Потом пошел дождь. Потом мы пошли по делам с мужем. Пришли домой. И я быстренько поставила в духовку курицу. Сейчас приготовила вот такой плов. Рассыпчатый получился. Обалденный. Вот и моя курочка. Еще туда баклажаны положила на соли. Очень хорошо ее жарить. Сейчас будем кушать. А еще я приготовила салатик вкусный. И вот мне так понравился перчик и зеленые огурчики, что я купила сегодня. Почему я решила сделать сегодня такой обед? Хотя у нас еще есть и фасоль. Даже муж говорит, зачем ты это делаешь? Потому что моей доченьке сегодня день рождения. И я решила тоже так его отпраздновать. И еще, когда я вчера сидела на разгрузочном дне, я в тиктоке увидела турецкую женщину, которая сидела, села на пол. Вот такой у меня был поднос. Она положила туда вот такую курицу. Приготовила плов, салат. И она так ела с таким аппетитом, удовольствием. У меня аж с линями вчера подавилась. И вот решила, что я обязательно все сделаю. К чему я это говорю? Вчера мне это так хотелось. Я визуализировала, как будто я ела. А сегодня я притворила это в жизнь. Так что надо с таким страстием, удовольствием мечтать о чем-то. И у вас обязательно это получится и исполнится. Вам приятного вечера, приятного аппетита. Спасибо за ваши лайки, просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого-самого хорошего и прекрасного в жизни. Какая красивая получилась у нас курочка. А это еще те пляшечки добавила, которые мы не доели. Наконец-то мне удалось нарисовать свой нейролотос. Его мне очень нравится. У меня даже появились боли в сердце. Какой красивый он. Так это успокаивает, друзья мои. Я все дела делаю и бегу сюда уже час ночи. Чтобы нарисовать что-то. Красота.